Так, значит, нахождение собственных векторов и собственных значений. Окей. Всегда ли, когда мы нашли собственные значения и векторы, можно из них составить c, d, c в минус первый? Учитывая, что все сходится по количеству строк и столбцов, значит, всегда ли верно разложение, всегда ли можно записать c, d, c в минус первый? О, хороший вопрос. Хороший вопрос. Значит, можно ли преобразовывать матрицу оператора? Я так понимаю, можно ли преобразовывать матрицу оператора имеется в виду элементарными преобразованиями строк и столбцов? Да, хороший вопрос. Так, давайте еще какие-нибудь вопросы. Как доказать, что если собственных значений меньше, чем строк, значит, собственное значение... Меньше, чем строк, то нет матрицы c, как доказать. Строк или струкцов? Ну, поскольку у нас квадратный матриц, то это одно и то же. Разобрать какой-нибудь пример на комплектное собственное значение. Окей, да. Можно использовать готовую формулу с синусами-косинусами. Значит, давайте я сразу отвечу, Герман, по поводу готовой формулы с синусами-косинусами. Но лучше объяснить, откуда она берется. То есть, если вы не понимаете, откуда она берется, то это означает, что, скорее всего, ее лучше не использовать. Там достаточно простое объяснение. Если подумать о том, как эта матрица должна быть устроена, матрица поворота на задний угол, то вы увидите, что там эти самые синусы и косинусы появляются. Поэтому лучше объяснить, откуда она берется. Заодно сами разберитесь. Хорошо, ну давайте действительно, может быть, с этого начнем. Давайте, я думаю, что тут есть такие вопросы более концептуальные, есть вопросы более вычислительные. Давайте я сразу отвечу на вопрос про преобразование, значит, про элементарное преобразование. Давайте я перемещу. Значит, вопрос такой. Ответ. Нет, нельзя. Значит, смотрите. Давайте вспомним, откуда берется вся история про преобразование матриц, про элементарное преобразование матриц. Она берется из задачи решения линейной системы. Если у вас есть линейная система, которая имеет вид, допустим, АХ равняется Б, где А, где А это матрица, АХ это какой-то вектор. Значит, допустим, А это матрица, скажем, Н на М. То есть у нас Н строк, Н строк, М столбцов. Значит, какого размера должен быть вектор А, вектор АХ в этом случае? Значит, АХ должен быть элементом какого пространства? Р в какой степени? Значит, если А это матрица, ну, вот такая, как я нарисовал, Н строчек, М столбцов. Значит, она задает, значит, на какой вектор столбец ее можно умножить? Какой высоты? Р в М3. Да, совершенно верно. Значит, у нас здесь есть вектор Х. И получается, значит, он длины М. И получается вектор Б длины Н. То есть вот так вот я сейчас в матричной форме записал некоторую линейную систему, которая устроена так. Это А1, 1, X1, плюс и так далее, плюс А. Значит, если я хочу написать X, N, то какие индексы мне нужно написать вот здесь? Какие индексы нужно написать вот здесь? Равняется, допустим, В1. Ну, скажите, кто-нибудь, какие индексы мне нужно написать вот в том месте, которое я отметил о знаках вопроса? 1, M. Да, 1, значит, первый индекс, поскольку это номер строки, значит, получается, строка у нас не меняется, и меняется только столбцы, значит, меняется второй индекс, а он меняется до буквы M. А здесь в X тоже нужно написать M. Так, значит, вот такая система. А здесь будет N1, X1, плюс и так далее, плюс А, N, M, X, M, равняется B, N. Вот такая система. Значит, это та же самая система, только записанная не в матричной форме, а в виде системы линейных уровней. Дальше. Что мы говорили, когда обсуждали элементарное преобразование? Почему можно, допустим, сложить одну строчку матрицы с другой строчкой матрицы? У нас в данном случае будет матрица вот такая, расширенная. Значит, почему такие элементарные преобразования, в принципе, в каком смысле их можно делать? Их можно делать ровно в одном единственном смысле. В том смысле, что это преобразование, которое не меняет пространство решений нашей линейной системы, то есть которое превращает нашу линейную систему в руководятную самой себе. Если я возьму первое уравнение и прибавлю к нему второе, пространство решений не изменится. Потому что, ну, как бы, если у меня был набор X-ов, который удовлетворял исходной системе, то он будет удовлетворять и новой системе. И наоборот тоже верно. Потому что я могу от второй системы перейти к первой точно таким же элементарным преобразованием. И подчистить с первой строчки вторую строчку. Поэтому такое преобразование законно в том смысле, что оно не меняет множество решений. И только в этом смысле. Ну, плюс ко всему, такие преобразования, по крайней мере, некоторые из них, сохранят какие-то другие свойства матрицы. Например, если мы разрешаем только преобразование вида к данной строчке прибавить в какую-то другую строчку, взятую с каким-то коэффициентом, то такие преобразования, например, не меняют определитель. Но это отдельное утверждение про определитель, которое там отдельно доказывается. Следует кососимметричности определителя и полилениейности. Но нужно понимать, что вот эти элементарные преобразования, это не просто какие-то преобразования, которые разрешено совершать с матрицами, что бы эта матрица не означало. А это преобразования, которые разрешено совершать с матрицами линейных систем, и которые не меняют множество решений этих систем. Превращают систему в эквивалентную саму себе. Вот. Ну, вот в этом смысле можно. Поэтому, когда мы говорим теперь про линейные операторы, с линейными операторами, если вы хотите сохранению у них каких-то разумных свойств, то такой фокус не проходит. Значит, линейные... Если вы поменяете, прибавите к строчке матрицы линейного оператора другую строчку, вы получите другой линейный оператор, который непонятно как связан с исходом. Поэтому такого преобразования с матрицами линейных операторов делать нельзя. Непонятно, что вы получите в результате. Делать, конечно, все, что угодно можно, но непонятно, какие утверждения вы про это хотите сделать. Вот. Поэтому короткий ответ – нет, нельзя. Так, окей. Значит, на этот вопрос я ответил. Давайте идем дальше. Значит, здесь есть два связанных вопроса – нахождение собственных векторов и собственных значений и разобрать какой-нибудь пример с комплектными собственными значениями. И несколько связанных с этим вопросом по поводу матричных представлений, матричной факторизации, разложения матриц в произведении каких-то других матриц. Давайте действительно разберем какой-нибудь пример. Пример, пример. Как вам пример написать? Какие бывают матрицы линейных операторов? Сейчас я сочину какую-нибудь матрицу и посмотрим, что с ней будем делать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 представить в виде cdc в минус 1, если возможно. Так, давайте смотреть. Первое, что можно сделать с этой матрицей, чтобы находить собственный вектор, это нужно найти собственные значения. Чтобы найти собственные значения, нужно написать характеристическим многочлен. Значит, мы знаем, что если у нас какой-то вектор является собственным, то это означает, что он входит в ядро вот такого оператора, значит, вот такое уравнение тоже должно выполняться. Это означает, что матрица a минус λe должна быть вырождена, значит, и определитель должен быть нулевым. Поэтому первое, что мы делаем, это мы пишем определитель матрицы a минус λe, то есть просто вычитаем λ по диагонали. значит, ну здесь у нас матрица 3 на 3, поэтому определитель нужно считать по известной формуле, там главное не ошибиться с раскрытием скобок. Ну давайте я, по крайней мере, напишу формулу. Значит, такая штука, дальше так, 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 это будет 2 на 6 на 2, 1 на 12 на минус 2, дальше нужно почитать 2 на 2 на 10 минус λ. 0. 2 на 1 на 3. 1 на 12. 6 на 12 минус λ. А-мне-мне-мне-мне-мне-мне-мне и-ме-мне-ме-не-мне-се-мне-ме-мне-мне-ме-ме-ме-ме-ме. так что похоже на правду так дальше какие-то моторные вычисления значит минус перед последним слагаемым нужен до нужен я не посмотрел ну давайте вместо этого минус сделала так давайте посмотрим правильно я все это написал значит я конечно не буду сейчас сам раскрывать скобки во всей этой штуке я использую систему компьютерной алгебры которая мне это сделает потому что это выше моих сил делать такое количество алгебрических преобразований вручную да видимо правильно написал пока не на результат который нужен значит получается минус лямбда в клубе плюс 8 ламбда в квадрате минус 22 ламбда плюс 20 если раскрыть скобки получится вот такая штука дальше 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 нужно найти корни этого многочлена но это конечно занятие довольно печально потому что у нас есть ну как сказать корни многочлен третьей степени нужно найти хотя бы один корень как угодно потом свести задачу к многочлену второй степени просто поделив на x минус а значит ну а про многочлен треть как бы про любом многочлен известно что его свободный член вот эта штука это произведение всех его корней с точностью до умножения вот на эту штуку ну то есть если я представлю многочлен то есть у меня есть какой-то многочлен p от лямбда он представляется в виде допустим какой-то а n то их дальше лямбда минус лямбда 1 и так далее лямбда минус лямбда n где лямбда 1 и так далее лямбда n корни то дальше если я раскрою скобки в этом выражении то видно что свободный член равняется а n то их на лямбда 1 и так далее лямбда n но там еще на минус единицу в степени н нужно умножить то есть это означает что при этом а n то это коэффициент коэффициент при лямбда в степени лямбда в степени н значит видно что в данном случае а n то их это просто минус единица поэтому видно что свободное член если у меня есть хотя бы один целый корень то это целый корень обязан быть делителем вот этого числа 20 но тут не очень удачно получилось что у числа 20 какая-то уйма делителей но давайте попробуем по подставлять какие-нибудь маленькие числа посмотрим что получится например скажем вот единица является корнем этого многочлена давайте посмотрим минус единица плюс 8 минус 22 плюс 20 кажется единица не получается с минус единицы все еще хуже все вообще отрицательные числа не являются корнями этого многочлена судя по всему дальше давайте попробуем еще какое-нибудь число так 10 подходит 10 подходит подходит не подходит давайте попробуем еще какое-нибудь маленькое число проще идти просто маленьким целым числом значит единицу попробовали давайте попробуем двойку значит получается минус 8 плюс 8 на 4 минус 22 на 2 плюс 20 значит что это получается здесь получается здесь остается 8 на 3 дальше 22 22 на 2 это 44 минус 24 то есть 0 да значит двойка подходит просто проверили постановкой а дальше давайте теперь значит чтобы найти оставшиеся корни нам нужно поделить всю эту штуку поделить наш исходный многочлен значит вода это многочлен нужно поделить с остатком на x минус 2 точнее на лямбда минус 2 ну давайте поделим значит минус лямбда вот я просто копирую значит вот этот многочлен делим с остатком на лямбда минус 2 давайте я чтоб чуть проще было давайте просто знак поменяю этого многочлена от этого корня его не изменится у меня как-то чуть проще жить с многочленом который начинается с лямбда в кубе значит лямбда квадрат минус 6 лямбда плюс 10 ну давайте давайте посмотрим как это получается значит 1 с логам стоветил лямбда квадрат значит остается лямбда в куб минус 2 лямбда квадрат здесь остается 6 лямбда квадрат плюс 22 лямбда, значит здесь действительно плюс, нет, минус 6 лямбда квадрат, значит здесь минус 6 лямбда, минус 6 лямбда квадрат минус 12 лямбда, 22 лямбда, 42 лямбда, нет, не 42, что-то я ерунду пишу, 34 лямбда минус 20, так, сейчас ерунда получается, почему не такая ерунда получается, а, потому что здесь плюс должен быть, здесь должен быть плюс, значит здесь должна быть 20 лямбда, минус 20, и остается плюс 20 у меня получилось, а не плюс 10, 10 лямбда, правильно, потому что здесь учитаю, 10 лямбда, значит здесь остается тоже 10, да, отлично, так, действительно лямбда квадрат минус 6 лямбда плюс 10, как и сказал Герман, значит здесь получается вот так, получается 0. Отлично, ну, теперь мы получили квадратное уравнение, и с квадратным уравнением более-менее понятно, что делать, его можно, ну, теоретически можно снова подбирать какие-нибудь целочисленные корни, но конкретно с этим уравнением проблема состоит в том, что корни у него не целочисленные, а наоборот комплексные. Давайте попробуем просто найти эти корни, что получается. Ой, дискриминант, надо считать. Что-то такое уравнение я сейчас решаю. Дискриминант равняется b квадрат минус 4ac, 36 минус 40, это минус 4. Значит, корень из дискриминанта, это есть 2i. Значит, лямбда первая-вторая, это есть 6 плюс-минус 2i пополам. 3 плюс-минус 2i. Значит, получилось 2 комплектно-сопряжённых числа, как и должно было получиться. У вещественной матрицы именно такие. Если, собственно, значения оказываются комплексными, то они обязаны быть комплектно-сопряжёнными. То есть, отличаться только вот в этом знаке плюс-минус 2i. Окей. Ну, значит, вот у нас есть, значит, у нас есть 3 лямбдочки. У нас есть лямбда, ну давайте пусть она будет лямбда третья, которая равняется 2. Лямбда первая, которая равняется 3 плюс-минус 2i. И лямбда вторая, которая равняется 3 минус-минус 2i. Значит, теперь находим последовательность собственной вектора. Так. Давайте я всё-таки сделаю небольшую паузу. Понятно ли, как мы нашли все собственные значения? То есть, есть ли здесь какие-то вопросы? Так. Окей. Пока понятно. Едем дальше. Находим... Теперь находим собственные векторы. Ну, давайте начнём с простого. Давайте начнём с вещественного собственного значения. Значит, опять же, я могу вернуться к моей матрице. Давайте я её скопирую. Значит, вот моя исходная матрица. Ну, и давайте, значит, первый, собственно, вектор, который соответствует, допустим, собственному значению лямбда 3. Значит, я должен почитать минус 2 сюда, минус 2 сюда и минус 2 сюда. Получается такая матрица. Значит, 2, 1, минус 2. 2, 8, 12. Ну, фактически нам нужно решить теперь систему с вот этой матрицей в левой части и нулями в правой части. То есть, систему, у которой расширена матрица, будет устроена вот так. Ну, можно её решать просто методом Гаусса. Что нужно сделать? Ну, давайте ещё что-нибудь почитаем, как там нас учили. Допустим, я из первой строчки могу вычесть вторую, могу вычесть третью. Получается такая штука. 2, 1, минус 2, 0, 0, 0. Вычитаю... Сейчас, наоборот, конечно. Из второй строчки вычитаю первую и из третьей вычитаю первую. Точнее, к третьей прибавляю первую. Значит, из второй строчки вычитаю первую, получается 0, 8, минус 1, минус 7, 12, минус минус 2, это 14. Дальше третья строчка, как устроено. Значит, я должен к третьей строчке прибавить, наоборот, первую. Это 0. Тут мне это не нравится. Сейчас, минус 6, плюс 1, минус 5, минус 8, минус минус 2, это что? Минус 10. Сейчас, минус 8 прибавляю, минус 2, минус 10. Так. 0, 7, 14. Где я ошибся? Так. Здесь в знаке ошибся. Значит, я из восьмерки вычитал единицу, да, не минус 7. Мне все равно не нравится. Мне должна была получиться вырожденная матрица. Но у меня что-то не получается. Или получается? А, нет, получается. 7, 14, 5, 10. Да, это кажется все правильно. Ну да. Да, вроде получается. Окей. Работает. Так. Значит, ну, понятно, что следующее действие, которое я сделаю, это я просто возьму из последней строчки вычту предыдущую с коэффициентом. Ой, Господи, Боже мой. Нужно умножить на 5 и разделить на 7. Значит, и получу я как раз, получаю как раз то же самое. Получаю просто все нули. А здесь у меня остается 2, 1, минус 2, 0. 0, 7, 14, 0. Ну, а теперь можно, чтобы уж совсем красивенькую матрицу получить, теперь можно к первой строчке прибавить вторую с каким-нибудь коэффициентом, скажем, минус 7. Получается такая штука. 2, 2, Значит, здесь 0. Значит, вот так делаю. Первый прибавляю, второй с коэффициентом минус 7. Лучше стрелочку в другую сторону рисовать. Значит, минус 7. Ой, Боже мой. 7 на 14. Это сколько будет? Что-то много. 49 на 2. 98. Стой здесь, что-то. Так, похоже на правду? Кто умеет в арифметику? Да, 1,7, конечно. Я ее написал. 1,7. Собственно говоря, можно просто так сделать. Можно... Сейчас, простите. Я давно не гауссил никакие матрицы и немножко потерял навык. Давайте вот что сделаем. Давайте вторую строчку просто поделим на 7. Останется вот такая штука. И теперь будет попроще жить. А теперь можно просто из... Значит, из первой строчки просто вычесть вторую. То есть получается 0, 1, 2, 0, а здесь будет 2, 0, 2, 0, минус 4. Вот. Вот так, правда? Ну и можно теперь еще первую строчку поделить пополам. 1, 0, минус 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0. Так, проверьте. Правильно я сделал или нет? Так. Нараловат, скажите, правильно я сделал или неправильно. Или еще где-нибудь ошибся. У кого чего получилось? Вроде так. Хорошо. Ну, давайте посмотрим. Значит, если у нас матрица получилась такая, то это означает, что у нас теперь система вот так выглядит. Значит, у нас есть какой-то вектор U. И... Ну, нет, ладно, я его раньше называл V, прибудет V. Значит, у нас теперь матрица устроена так. V1 минус 2V3 равняется 0. Ну, давайте какой-нибудь собственный вектор напишем. Придумайте мне какой-нибудь собственный вектор. Значит, можно одно из переменных использовать в качестве свободной. положить равное, например, единице. Да, ну, например, действительно, если я положу V3 равное единице, тогда у меня V1 автоматически равняется 2V3 равняется 2. V2 равняется минус 2V3 равняется минус 2. Значит, собственный вектор 2 минус 2, 1. Вот. И это мы нашли первый собственный вектор, который соответствует собственному значению 2. И это была простая часть этой истории. Значит, все ли здесь понятно? Есть ли вопросы какие-то по этой части? Ну, давайте теперь сражаться с каким-нибудь комплексным собственным значением. Значит, ну, допустим, 3 плюс i. Значит, теперь у нас лямбда 2, который есть 3 плюс i. Ну, это, конечно, менее приятная история. Так, мне снова нужна моя матрица. Все, немножко матрица. Еще раз скопируем. Значит, только теперь нужно будет вот так сделать. Значит, вот такая матрица у нас получается. И тут, конечно, сейчас все будет печально, потому что нам придется работать с комплексными числами. Ну, что поделать. Придется, значит, будем работать. Значит, что получается? Давайте просто... Значит, 4 минус 3 – это единица. Значит, 1 минус i. 1 минус 2. 2. 7 минус i. 12. Минус 2. Минус 6, минус 9, минус i. Но метод Гаусс прекрасным образом работает и в случае с комплексными числами. То есть все, что нам нужно для метода Гаусс, это нам нужно уметь числа складывать, умножать, находить обратное. Это все операции, которые с комплексными числами тоже можно выполнять. Ну, вот давайте что-нибудь со всем этим делать. Давайте, знаете, что я первое сделаю? Давайте я хочу избавиться... Вот мне не нравится то, что у меня в первой... Я не хочу слишком сильно... Я не хочу делить на число 1 минус i. Хотя... Давайте посмотрим. Если я хочу поделить на число 1 минус i, то что это означает? Значит, как поделить на 1 минус i? То есть нам нужно найти величину вот такого. Единица разделить на единица минус i. Как это сделать? Ну, давайте я напомню, что если у вас есть какое-нибудь комплексное число x плюс i, то можно, во-первых, рассмотреть сопряженное ему число, которое называется x минус i, i и y. А во-вторых, если мы их перемножим, то получается вещественное число, которое называется x квадрат плюс y квадрат. Поэтому, если я хочу домножить какое-то число x плюс i, и y на какое-то число z, так, чтобы получить единицу, то в качестве z мне нужно выбрать x минус i, и y деленное на x квадрат плюс y квадрат. Значит, видно, что если бы я домножал на x минус и y, то я получил бы в качестве результата x квадрат плюс y квадрат, но если я еще дополнительно поделю на x квадрат плюс y квадрат само число z, то в произведении обязательно будет единица. Поэтому обратное к 1 минус i и это число такое, это есть единица плюс i разделить на 1 в квадрате плюс 1 в квадрате, то есть на 2. То есть это означает, что когда мне нужно поделить на 1 минус i, на самом деле это означает, что это то же самое, что умножить на 1 плюс i деленное на 2. Ну и хорошо. Ну давайте так и действовать. Значит, вот у меня есть первая строчка, она остается пока неизменной. Значит, дальше я вторую строчку, значит, я... Чего я хочу сделать? Значит, я хочу из второй строчки вычитать первую, деленную на 1 минус i и умноженную на 2. То есть это означает, что я просто хочу вычитать из второй строчки первую, умноженную на 1 плюс i. Ну, давайте это сделаем. Давайте я это отдельное вычисление сейчас проведу. Значит, вот я хочу сделать такую вещь, что у меня есть строчка 1 минус i, 1 минус 2, и я всю эту строчку хочу умножить на 2 и разделить на 1 минус i. Это значит, что я всю эту строчку хочу умножить на 2, разделить на 1 плюс i и... Сейчас, вот так. Значит, умножить на 2, умножить на 1 плюс i и разделить на 2. Вот так. То есть я хочу всю эту строчку на самом деле просто умножить на 1 плюс i значит, остается 2, 1 плюс i минус 2, минус i. Значит, на самом деле, давайте я просто эту первую строчку просто вот в таком виде и запишу сейчас. Значит, я же имею право умножить любую строчку на любое ненулевое число. Вот я это и сделал. Умножил просто первую строчку на число 1 плюс i. Значит, получилось вот такая штука. 2, 1 плюс i, минус 2, минус i. А дальше две остальные строчки оставляю как есть. Значит, вот такая штука у меня сейчас получилась. Это я просто умножил первую строчку на 1 плюс i больше ничего не делал. А теперь я вычитаю из... Значит, вот так вот делаю. Сюда с минус 1. Остается... Значит, первая строчка как была. Вторая строчка здесь будет 0. Дальше 7 минус i вычесть 1 плюс i. 7 минус 1, 6. Минус i, да еще раз минус i. Это минус 2i. Дальше из 12 вычитаю минус 2 минус i. Значит, это будет 14 минус i плюс i. Ну и давайте с третьей строчке тоже разберемся. Значит, к третьей строчке нужно прибавить просто первую. Остается 0. Значит, что здесь получается? Минус 6. И... Минус 5. Тут не в догро все это. Так, значит, минус 5. Сейчас здесь просто плюс 1. Плюс i. То есть минус 9 плюс минус 2 это минус 11. Минус i плюс минус i это минус 2i. Так, первая строчка не преобразуется ли? В 2, 1 плюс i. Минус 2i. А, здесь должно быть 2i. Да. 2i, конечно. 2i, это означает, что я неправильно написал неправильно написал вот эти два слагания. Так, давайте их поправим. То есть минус 2, минус 2i. Так, 12. 12. По-прежнему 14. Плюс 2i. Минус 9. Минус 11. Минус 3i. Так, а так правильно? Ну, значит, чтобы проверить правильно или нет, можно посмотреть, у меня две последние строчки должны сейчас получиться линейно-зависимыми. А чтобы проверить линейно-зависимо они или нет, можно просто взять и посмотреть на вот эту вот, значит, вот этот вот минорчик, считать определитель соответствующий. Значит, вообще сейчас, когда у нас появились комплексные числа, не так-то легко понять, там пропорционально две строчки или непропорционально. Потому что, когда мы умножаем что-то на комплексные числа, они преобразуются каким-то гораздо менее интуитивным способом. Но давайте посмотрим. Значит, если я просто посчитаю определитель этой штуки, нулевой он или ненулевой. Если он будет нулевой, значит, я все правильно сделал. Если ненулевой, значит, где-то ошибся. 6 минус 2 и на минус 11 минус 3 и вычесть. 14 плюс 2 и минус 5 плюс 3. Ужасно. Минус 66 плюс 22 и... Минус 18 и плюс 6. Вычесть. 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 Минус 4, 25, 1, 5. Семьдесят. Плюс 14 и минус 10 и минус 10. И. Минус 2. Минус 2. Так, минус 6 и минус 2 в скобке. Все сойдется. Минус 6. Ну да, конечно. У меня же там и квадрат получается, поэтому здесь будет минус 6, а здесь будет минус 2. Тогда все сходится. Получается минус 72 здесь плюс 22 минус 18 это 4 и вычесть минус 72 плюс 4 и это ну. Да, действительно. Значит, видно, что вот эти две строчки, хоть они и не очень похожи друг на друга, но видно, что соответствующий определитель нулевой, то есть на самом деле вторая строчка пропорционально первой. Ну, точнее, третья пропорционально вторая. Поэтому одну из этих строчек, третью, допустим, можно просто выкинуть. И у нас пока что остается такая система. Значит, 2, 1 плюс и минус 2 минус и, 0, 6 минус 2 и, 14 плюс 2 и, 0, 0, 0. Значит, вот такая штука. Ну, хорошо, давайте теперь совсем уж ее преобразуем к хорошему виду. Значит, мне нужно будет что сделать теперь? Мне нужно из первой строчки теперь вычесть вторую с коэффициентом 1 плюс и разделить на 6 минус 2 и вот с таким коэффициентом. Значит, давайте найдем, что это такое. 1 плюс и разделить на 6 минус 2 и. И это такая штука. Значит, 1 плюс и на 6 плюс 2 и разделить на 36 плюс 4. 1 плюс и 6 плюс 2 и разделить на 40. Или 1 плюс и 3 плюс и разделить на 20. Ну, давайте теперь уж раскроем скобки. Ну, давайте теперь уж раскроем скобки. 3х1, 3 плюс 4 и минус 1 разделить на 20. Минус 2 плюс 4 и на 20. Минус 1 плюс 2 и на 10. Значит, получается вот такая штука. здесь будет 0. Теперь мне нужно эту штуку умножить на 14 плюс 2 и. Ну, давайте умножим. 14 плюс 2 и умножить на 1 плюс и разделить на... 6 плюс 2 и равняется 14 плюс 2 и умножить на минус 1 плюс 2 и разделить на 10. Так, ну давайте считать. Значит, 14 плюс 2 и. Значит, соор conocением, 3 плюс 2 и удалить на 15 плюс 2 и умножить на 15 плюс 2 и. Если. Так. Вотprachум в принципе. 很好 и все и подводить на 25. Например, этим складом мы их сможем прилетят . И вот так. Так, recovering. SAT и в принципе на колес для фазеров. Дальше он играет. И еще один раз. Это получилось. Минус 28 и на 17. Дальше. 28и рав名 용 societies. разделить на 10, это все будет, что это будет такое, минус 18, плюс 26 и 9 на 10, в общем, приятного мало, и нам нужно к всему этому делу еще прибавить минус 2 минус и. Смотрите, никогда не потерялся, а то я уже на грани того, чтобы потеряться сам в своих вычислениях. Все помнят, зачем мы делаем все эти странные действия? Да, можно все выразить через призвольную v3, совершенно верно, но это примерно то же самое будет, ну, может, действительно, так быть даже и проще. Ну, окей, может быть, можно будет подобрать подходящие v3, так, чтобы, так, чтобы не надо было там слишком сильно делить. Ну, давайте попробуем так сделать. Значит, у нас сейчас фактически система устроена так. Это 2v1 плюс 1 плюс i v2 плюс минус 2 минус i v3 равняется 0 и 6 минус 2i v2 плюс 14 плюс 2i v3 равняется 0. Вот такая штука. Ну, смотрите, если я сейчас буду выражать, например, если я скажу, что v3 равняется единице, и буду выражать v2, то мне нужно будет сделать, в общем, примерно то же самое, что я уже и делал. В общем, это примерно то же самое, что я и делал, только я здесь еще умножил на 1 плюс i, но, допустим, я не буду на него умножать. Тогда потом мне все равно придется это сделать, когда я буду подставлять его вот сюда вот. Ладно, уж сделаю, значит, сделали какие-то вычисления уже хорошо, давайте их используем. Можно, конечно, подобрать какой-нибудь v3 получше, но, кажется, тут ничего особо хорошего, может быть, и не подберешь. Давайте пусть v3 равняется единице, v2 равняется минус 14 плюс 2i разделить на 6 минус 2i и ну хорошо минус 14 плюс 2i на 6 плюс 2i разделить на 36 плюс 4 ну вот, еще против считать придется так, 6 у 4, 24, 6 у 1, 6 8 плюс 4i плюс 4i 12i 28i минус 4и 12i разделить на 6 плюс 4i и 8 плюс 6и классом 8 плюс 4i 8 плюс 4i 9 плюс 4i Тут, кстати, нормально получается, 80 плюс 40, и разделить на 40, это есть 2 плюс и, ура, значит, V2 оказывается равен 2 плюс и. Теперь, чтобы найти V1, мне нужно подставить все это в предыдущее уравнение, давайте посмотрим, что получается. 2V1 плюс 1 плюс и. Сейчас, только я, кажется, знак потерял, должен быть знак минус. Значит, здесь будет минус 2 минус и. 1 плюс и минус 2 минус и. Плюс, о, минус 2 минус и на единицу. О, смотрите, как хорошо получилось, потому что не настолько хорошо. Ну ладно, сойдем. 2V1, значит, что здесь получается? у меня получается, что это есть 2 плюс и на минус 2 минус и. О, это просто 2 плюс и в квадрате. с точностью до знака. 2V1 равняется 2 плюс и в квадрате. Это есть 4 плюс 4 и вычесть единицу. 3 плюс 4 и пополам, да, так оказалось проще. Значит, итог, собственный вектор имеет такой вид. Ну, или можно, чтобы избавиться от знаменателей, можно просто все умножить на 2. Получается вот такая штука. Сейчас я проверю, правда это или нет. Смотрите. 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 И то получается. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, я выложу куда-нибудь видео. Так, последний рывок. Давайте поймем все-таки, где ошибка в вычислении, почему V1 не сходится с правильным. Продолжение следует. Так, может быть, все-таки я где-то... Сейчас, может, я тебе неправильное уравнение переписал в какой-то момент. Так, 2V1 плюс 1 плюс i на V2 плюс минус 2 минус i на V3 равняется нулю. Нет, на ошибки в первой строчке быть не можешь, потому что тогда бы у меня ничего бы не сошлось бы. Вторая и третья строчка тоже бы полетели. Так что с первой строчки все должно быть правильно, по идее. Дальше. Почему у меня получается... Ну, хорошо, допустим, что я где-то здесь просто в арифметике ошибся. Давайте я себя проверю. Так, в центре V3 должен быть минус 2 минус 2 и... А, я опять двойку потерял. Точно. Вот здесь она была, а где-то я ее... Видимо, откуда-то я ее скопировал, и там было неправильно написано. Да. Давайте мы ее вернем. Вот здесь должна быть двойка. Значит, вот здесь тоже должна быть двойка. Так, здесь тоже должна быть двойка. Значит, остальное неверно. Значит, два V1. Так, видимо, проще просто все скобки пораскрывать. То есть получается минус 2, минус 2i, плюс 1, минус i, и плюс, минус 2, минус 2i. Значит, 2 V1. А чего здесь остается? Минус 2, плюс 1. Минус 5, минус 4i. Значит, 2 V1 равняется 5, плюс 4i. Что-то опять я вам дам, как это получается. Что-то я совсем считаю, что не учился. Что-то я не учился. Давайте посмотрим еще. Так, проверим, правильно ли я сейчас это сделал. Давайте посмотрим. Ну хорошо, по крайней мере, уравнение написано правильно, а дальше с раскрытием скобок у меня какие-то проблемы. Так, давайте еще раз проверим, что я неправильно сделал при раскрытии скобок. Что здесь получается? 1 на минус 2 минус 2, минус 2 на и, вот она минус 2 на и, минус и на и, вот она плюс единица, минус и на единицу, вот она минус и. Значит, скобка вроде парень. И дальше мне нужно прибавить вот такую штуку. Значит, здесь остается минус 2 плюс 1, это минус 1, а, ну да, здесь получается минус 3. И дальше. Что у нас с ишками? А, вот это минус и, я забыл. Здесь получается минус 2 и минус и. Это минус 3 и, еще минус 2 и, это минус 5 и. Значит, 2 в 1 минус 3 минус 5 и равняется 0. 2 в 1 равняется 3 плюс 5 и, и, и это правильный ответ. Значит, собственный вектор. Здесь 2, здесь минус 2 минус и, вот здесь 3 плюс 5 и. Ура! Вот этот вектор правильный. По крайней мере мой компьютер мне говорит такой же ответ. Так, ну хорошо. Значит, нашли собственный вектор, который соответствует собственному значению. Значит, это собственный вектор, который соответствует собственному значению. Какого там у нас? 3 плюс i. Некоторый трюк. Если вы нашли собственный вектор, который соответствует какому-то комплексному собственному значению, а ваша исходная матрица была вещественной, то вы можете найти собственный вектор к сопряженному собственному значению, она обязательно будет, и этот собственный вектор будет получаться просто сопряжением этого исходного собственного вектора. Значит, для собственного значения 3 минус и, собственно, вектором будет то же самое, только перед всеми ишками я ставлю знак минус. Поэтому третий, этот самый, можно не находить. Ну, то есть мы его автоматически нашли. Значит, это на самом деле некоторое утверждение. Если матрица А вещественная и лямбда 2 равняется лямбда 1 комплектно сопряженная, то соответствующие собственные векторы тоже комплектно сопряженные. Значит, здесь сопряжение к лямбе. Значит, я сейчас не буду это утверждение доказывать, хотя оно не очень сложно доказываться, но я, наверное, лучше на лекции его докажу. Или на семинаре. Вы его обсудите. Ну, есть такое утверждение. Значит, наверное, им даже можно пользоваться. Вот. Окей. Теперь смотрите. Мы нашли три собственных вектора. Нашли три собственных значения. Значит, можно диагонизировать нашу матрицу. То есть можно сказать, что если я перейду в базис, который состоит из этих собственных векторов, то моя матрица превращается в диагональ. Ну, давайте смотреть, как устроена эта матрица. Значит, у этой матрицы, матрица С, должно быть по столбцам записаны соответствующие собственные векторы. Ну, давайте. Вот мы как-то пронумеровали наши собственные значения. Давайте мы будем следовать этой нумерации. Значит, у нас третье собственное значение равно единице. Первое равно... Первое равно 3 плюс i. Это сейчас... Какое у нас чему равно? Гамада 1 равняется 3 плюс i. Значит, собственное значение 3 плюс i, соответственно, собственный вектор, вот тот, который выше был выписан. Значит, 3 плюс 5i. Минус 2, минус i. Значит, следующему собственному значению будет соответствовать сопряженный собственный вектор. И последнему собственному значению будет соответствовать Собственный вектор, где-то мы его здесь выше находили. 2, минус 2, 1. Значит, вот такая матрица С. Это матрица перехода к собственному базису. Значит, если я применю эту матрицу, значит, если я супругу с помощью этой матрицы мою исходную матрицу H, то есть напишу вот в таком виде. С минус 1 АС. Значит, это матрица оператора заданного А в стандартном базисе после перехода к собственному базису. Значит, в собственном базисе все базисные векторы являются собственными, то есть матрица является диагональными. На диагонали стоит собственное значение. Соответственно, только главное не перепутать, какие собственные значения стоят. Значит, у нас вот этот столбец соответствовал собственному значению. 3 плюс И. Здесь был 3 минус И. И здесь был что-то у нас было? 2. Значит, вот у нас получается, что эта штука равняется 3 плюс И. 3 минус И. 2. Здесь 0. Ну и наоборот. Теперь можно матрицу А выразить через вот эту штуку. Получается, что А равняется С на вот эту диагональную на С в минус 1. Ну, а я уж не буду сейчас искать матрицу С в минус 1. Это еще одно упражнение на арифметику комплексных чисел. Но не очень хочу сейчас его делать. Хотя там будет хороший определитель, должен быть, по крайней мере. Вот. Ну, собственно говоря, все. Задачка решена. Ну, как видите, дело муторное. Видите, сколько я ошибок понасовершил, причем в какой-то элементарной арифметике. Вот. Но ничего вроде бы такого концептуального сложного здесь, мне кажется, нет. Просто все числа становятся комплексными и с ними становится чуть сложнее жить. Давайте есть какие-нибудь вопросы по этой части. печатающему. Хорошо. Хорошо. Так, ну что, нет вопросов? Скажите кто-нибудь что-нибудь. Еще лучше посмотрите, еще лучше включите в камеру, посмотрите в нее и помашите мне рукой. Так, окей. Так, нет вопросов. Ну хорошо. Как видите, я говорю, единственная проблема здесь – это муторность всех этих вычислений. Хорошо, давайте вернемся теперь к более концептуальным вопросам. Давайте посмотрим, что у меня здесь было. Я думаю, что мы в достаточной степени разобрали вопрос про нахождение собственных векторов и собственных значений. И разобрали пример на комплексные собственные значения. Значит, остается два связанных вопроса про представление в виде, значит, вот в таком вот виде, cdc в минус первой матрице, и про связь между количеством собственных значений, размером матрицы и соответствующих матричных представлений. С проверкой МИДы, честно говоря, неизвестно, надо поспрашивать у ассистентов, я просто как-то не уточнял это. Но давайте я уточню, в каком сейчас состоянии весь этот процесс находится. Так, смотрите, значит, по первому вопросу, всегда ли можно записать матрицу, произвольную матрицу в виде cdc в минус первой, где d диагональнее? Ответ — нет, не всегда. Это можно сделать только в том случае, если матрица диагонализирует. Но, собственно говоря, записать матрицу вот в таком виде — это в точности то же самое, что найти у этой матрицы то, что называется собственным базисом. То есть найти такой базис, в котором каждый базисный вектор является собственным. Он просто вытягивается в какое-то количество раз. Ну, возможно, если допустимо комплектные числа, то, значит, может быть, не вытягивается, а на него действует с каким-то комплектным числом. Но в любом случае, представить матрицу в таком виде, ну, понятно, что если я записал, что а равняется cdc в минус первая, то это означает, я могу домножить это равенство на c минус первой слева и на c справа, и получить вот такую штуку. То есть это в точности означает, что матрица А в базисе, переход к которому задается матрица С, является диагональней. То есть в точности это и означает, что столбцы матрицы С являются собственными векторами матрицы А. Если у вас достаточно разных собственных векторов, то есть если количество линейно-независимых собственных векторов такое же, как размерность матрицы, такое же, как размерность пространства, то тогда это представление и есть. Если, значит, если недостаточно, пример, который мы разбирали, один, допустим, один, ну, или что у нас, два, наверное. Вот что-нибудь в таком роде. Значит, вот такая матрица не записывается в виде cdc в минус первой. Потому что если бы она записалась бы, то вот значит, у матрицы, у диагональной матрицы, которая значит, если бы эта матрица записалась в таком виде, то это бы означало бы, что верно, вот такое равенство. Значит, у вот этой матрицы есть два разных, два линейно-независимых собственных вектора. Первый базисный вектор, второй базисный вектор. Но тогда и у этой матрицы, у матрицы А тоже должны были бы быть два разных собственных, два линейно-независимых собственных векторов. Противоречие. Значит, так записать нельзя. Вот такая запись эквивалярная диагонализация. Дальше вопрос про собственные значения и диагонализированность. Смотрите, что здесь можно сказать. Давайте посмотрим на такую матрицу. У нас есть матрица, например, 2.0.0.2. Можно ли такую матрицу записать в виде cdc в минус 1? Очевидно, можно. Давайте в качестве матрицы c запишем тождественную матрицу. Это будет c на диагональную матрицу 2.0.0.2 на c в минус 1, где c – это просто тождественная матрица. Вот такая матрица диагонализирована. Сколько у нее разных собственных значений? У нее одно собственное значение, только двойка. Поэтому видно, что собственное значение вроде как одно, но матрица диагонализирована. Вы можете сказать в этом месте, что неправда, что собственные значения на самом деле не одно, а их два, но они просто совпадают. То есть, если я запишу характеристический многочлен, то он будет ровно вот таким. Это будет 2 минус лямбда в квадрате. Значит, это характеристический многочлен. И видно, что у этого характеристического многочлена лямбда равняется 2 корень кратности 2. Значит, правда ли, что если у характеристического многочлена и есть корень кратности 2, то матрица обязательно… Ну, допустим, у нас матрица 2 на 2. Правда ли, что любая матрица 2 на 2, у которых характеристический многочлен имеет корень, значит, имеет два собственных значения, возможно, совпадающие, то есть, возможно, у вас есть корень кратности 2. Но такая матрица диагонализирована. Ответ – нет, неверно. Приведите контрпример. То есть, приведите мне пример матрицы, у которой тоже есть, значит, корень кратности 2. Матрица 2 на 2, у которой есть корень кратности 2, но которая не диагонализирована. 2, 3, 0, 2. Да. Отличный пример. Ну, собственно говоря, один из примеров написан сейчас на экране. Вот он. 2, 1, 0, 2 – тоже пример матрица. Значит, характеристический многочлен, ее точно такое же, как у этой матрицы. У них в обоих характеристическим многочлен будет 2 минус ламбда в квадрате. Значит, 2, 1, 0, 2. Если я здесь допишу минус ламбда и посчитаю от этого дела в определителе, то это будет 2 минус ламбда в квадрате минус 1 на 0. Это есть тот же самый 2 минус ламбда в квадрате. Короче говоря, из этих примеров мы видим, что сама в себе информация про количество собственных значений, неважно, про количество разных собственных значений, про количество собственных значений с учетом кратности, она не отвечает на вопрос о диагонализируемости матрицы. Потому что на вопрос о диагонализируемости матрицы отвечает на самом деле информация не про собственные значения, а про собственные векторы. Вот разница между этими двумя матрицами, вот этой матрицей и вот этой матрицей состоит в том, что вот здесь у этой матрицы есть два линейно-независимых собственных вектора, а у этой матрицы нет двух линейно-независимых собственных векторов. Иными словами, можно сказать так. Можно рассмотреть матрицу, которая называется 2 минус ламда Е. И вот здесь эта матрица будет просто нулевой. У нулевой матрицы ядро — это все пространство. А вот у матрицы, которая будет получена из вот этой, у нее ядро будет не все пространство. У нее ядро будет одномерное. И вот эта разница между размерностями ядер матрицы а минус ламда Е как раз и приводит к тому, что одна матрица диагнозируемая, а другая матрица не диагнозируемая. Мы это еще чуть-чуть поподробнее обсудим на ближайших лекциях, когда мы будем говорить про жарданово-нормальную форму. Мы там подробно обсудим то, как вообще могут быть устроены матрицы, в которых есть собственных векторов меньше, чем надо. Оказывается, что они тоже там устроены каким-то известным способом. Ну, это будет тема отдельного обсуждения. Но пока что вот два примера, которые демонстрируют, в общем-то, основную механику, которая здесь возникает. Вот. Так, ну что, кажется, на те вопросы, которые были заданы, я поотвечал. Давайте посмотрим, есть ли вопросы про мои ответы, и есть какие-то новые вопросы. Спасибо. Так, ну что, новых вопросов не появилось? Значит, как явно доказать, что не диагонализируема? Ну, смотрите, предположим, что она диагонализируема. Сейчас, ну, вот смотрите, давайте посмотрим. Значит, допустим, что у меня собственных векторов меньше, линейно-независимых собственных векторов меньше, чем надо. Допустим, что у меня матрица, допустим, 2 на 2, у меня есть только один собственный вектор. Второго нет. Это означает, что, значит, ну как, рассуждаем от противного. Предположим, что я мог бы эту матрицу диагонализировать. Что это означает? Это означает, что нашелся бы такой базис, в котором моя матрица диагональна. Ну, точнее, правильно сказать так. Нашелся бы такой базис, в котором линейный оператор, задаваемый моей матрицей, является диагональным. Дальше. У диагональной матрицы есть N линейно-независимых собственных векторов. Давайте я это напишу где-нибудь, все-таки, чтобы не совсем на воздухе говорить. Значит, если собственных, значит, если число, если количество количество линейно-независимых собственных векторов матрицы А меньше, чем размерность, следовательно, матрица А не диагонализируем. Доказательства. от противного. Пусть существует такая невырежденная матрица С, что С-1АС равняется D, где D диагональна. У матрицы D есть N линейно-независимых собственных векторов. Значит, какие N линейно-независимых собственных векторов есть у матрицы D? Значит, какие это векторы? Я утверждал, что у диагональной матрицы всегда есть N линейно-независимых собственных векторов, где N — это размерность матрицы. Ни как ни, не сейчас, не понял. Если собственное значение — это ответ на мой вопрос, тогда не может такого быть. Собственное значение — это числа, а я спрашиваю про векторы. Какие векторы являются собственными для диагональной матрицы? Допустим, есть диагональная матрица 2, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, минус 1. Какие у этой матрицы собственные векторы? Какие векторы под действием диагональной матрицы просто умножаются на какое-то число? Арина, знаете какой-нибудь собственный вектор вот той матрицы, которую я сейчас написал? Да, спасибо, Николай. Значит, например, вектор 1, 0, 0 или любой другой базисный вектор. Значит, как работает, как вообще действует такая матрица, диагональная матрица? Она, на самом деле, каждый базисный вектор просто умножает на то число, которое стоит здесь на диагонали. Ну, действительно, например, на вектор 1, 0, 0, она действует так. В результате получается первый столбец этой матрицы и этот столбец 2, 0, 0, то есть это есть 2 на вектор 1, 0, 0. Значит, если я ту же самую матрицу умножу на вектор 0, 1, 0, то получается второй столбец. Значит, 0, 3, 0, то есть 3 на 0, 1, 0 и так далее. Просто сама вся вот эта диагональная структура, она автоматически приводит к тому, что у нас собственными векторами являются базисные векторы. У любой диагональной матрицы это будет так. Просто проверяется явная проверка. Если вы умножите на произвольный собственный вектор, на произвольно-байсный вектор, то есть на вектор, у которого единичка будет стоять в одном месте, а все по всем остальным в нуле, то эта штука как раз вам выдаст соответствующий столбец по номеру соответствующий столбец в нашей матрице, и он окажется в точности пропорциональным этому вектору. Вот. Как? Понятна эта идея? Значит, это базисный вектор. Отлично. Ну а теперь смотрите. Собственный вектор — это как бы иновариантная штука оператора. Это само по себе наличие собственного вектора у линейного оператора не зависит от выбора базиса. Сам по себе вектор, конечно, координаты его могут меняться, но это один и тот же вектор, одно и то же направление. Поэтому если у нас после диагонализации, значит, если у нас вот в этом новом базисе, в базисе, переход к которому осуществляется с помощью матрицы С, у оператора есть собственные векторы, то они и в старом базисе тоже должны были быть. Но, собственно говоря, их можно просто явно выписать. Значит, мы знаем, что... Мы знаем, что... Вот при таком преобразовании мы получаем матрицу того же самого оператора, только в другом базисе. Другой базис — это базис, у которого координаты записаны вот здесь, у матрицы С по столбцам. Это означает, что... Значит, если у этой матрицы собственными векторами являются базисные собственные векторы, то есть новый базис является собственными векторами, то у матрицы А собственными векторами являются просто столбцы вот этой матрицы С. Значит, это какие-то линейно-независимые векторы, потому что матрица С невырожденная. Ну и стало быть, у матрицы А тоже есть N линейно-независимых собственных векторов. Но этого не может быть по предположению. Значит, мы предположили, что количество линейно-независимых собственных векторов меньше, чем размерность. Значит, тогда и у матрицы А будет N линейно-независимых собственных векторов. Они записаны. Значит, их координаты записаны в столбцах С. Противоречие. Все, вот вроде доказали. Идея состоит в том, что все собственные векторы — это инвариантная штука. Это некоторая характеристика оператора, а не матрица. Конечно, конкретные координаты связаны с базисом, и поэтому они связаны с конкретной матрицей. Но всякие гематические свойства существования собственных векторов, их линейная независимость и так далее — это штуки, которые инвариантны и от базиса не зависят. Поэтому если у вас есть, у некоторого линейного оператора есть собственные векторы, то, допустим, N линейно-независимых собственных векторов, то они будут у матрицы этого оператора в каком бы базисе в эту матрицу не записаны. Потому что это некая инвариантная штука. Мы изначально определяли собственные векторы в инвариантном виде. Мы говорили, что собственный вектор — это такой вектор, что если я на него подействую оператором, то я получу вектор, который пропорционален сам себе. Вот в такой записи никакого базиса вообще не участвует. Это инвариантная штука. Вот. Ну вот такая вот идея. Как ответил на вопрос? Арина? Хорошо. Так, давайте еще вопросы. Хорошо. Куда выкладываются? Какие-то штуки я просто выкладывал на сайт, но, кажется, там только одна запись. Я не помню, может быть, я какую-то забыл выложить? Значит, ты думаешь, что я просто на сайт буду все это выкладывать? И это в том числе. Так, ну что, если вопросов нет, тогда можно, наверное, на сегодня закончить. Если они будут, не стесняйтесь писать. Мне тут более-менее неделя вроде как каникулярная, а мне скучно без занятий. Так что пишите, я с удовольствием поотвечаю еще на какие-нибудь вопросы. Так, ну хорошо, спасибо. Точно вопросов не появилось больше? Ну ладно. Ладно, пишите, если появится. Хорошо? Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...